вот с этих вот с этих вот сторон надо будет выкрутить саморезы они мешать буду сейчас вот видишь какой здесь перепад хочу исправить это дело пока не поздно эту доску она сразу скрученная была к сырую покупали мы ее поэтому вот она такая надо будет здесь сейчас подравнивать еще как снимается с края придется стамеской подрабатывать вот этот саморез вообще непонятно как он внутри вроде как не черный саморез внутри короче он сломался изнутри то есть я его специально здесь оставил чтобы понять что это он доски я уже шлифанул рубанком осталось только закрутить саморезы но есть еще одна доска в семье не без рода так сказать это старая доска вот видите как она торчит вот здесь вот вот так хочу и бензопилой сейчас цепь точу на бензопилу так и так хочу ее подровнять она выходит из-под кухни здесь она никакую роль не играет эта часть доски она широкая под пилю и дальше уже будет удобно пол класть финишный он сколько трухи почему трухи потому что здесь полугнилая доска ну нарвался конечно на пару кованых гвоздей бензопилу пришлось заново подтачивать вот гость например кованый забил вон гость кованый на них держалась держится часть этой доски но зато проблема теперь ушла теперь мне не надо ломать голову почему торчит какой-то кусок доски для того чтобы ровно уложить теперь не будет никаких препятствий надышался извиняюсь голос на другой сейчас будет отпилил где надо стесал где надо полы готовы к чистовой отделке сюда занес сейчас подложку единственное что не хватает одного материала завтра заберем на почте и начинаем чистовую отделку пола ух какой снегопад сегодня иду я на поле почту нашу деревенскую почту обычно забираем в райцентре на почте а тут посылка пришла именно к нам сюда в деревню но работает она правда два раза в неделю вторник и и пятница иду во второй половине дня не знаю если там кто-нибудь сейчас все узнаем ну вот тут на татарском написано а тут на русском вот все расписание с 9 до 15 работает почта сожалению я не успел очень жаль какая благодать на улице тепло снег такой немаленький небольшой средними хлопьями но ветра нет тишина в деревне иду домой ребят решил я вопрос все таки посылка не пришла сюда слава богу что она пришла в райцентр сейчас я поеду до райцентра и заберу ее здесь почта как видите уже не работает три часа никого нету о я уже слышу звук дизеля как все оперативно свете позвонила она уже машину завела какая-то молодец пол пальца меня понимаешь я машинку мне кажется уже сто лет не чистила мне кажется ты вот сколько мы живем все это прикольно у тебя швабра такая большая а вот в райцентр уже еду пока не занесло надо быстренько забрать с почты посылку не всегда камера под рукой иногда приходится снимать на телефон либо фотографии какие-то и все это дело мы выкладываем в наш основной телеграм-канал а также еще дополнительный телеграм-канал и основной жизнь природской деревни дополнительные ладушки лайв всегда закрепляем в описании под этим видео а также закрепляем в комментариях переходите новый зритель кто еще не подписался там уже нас почти что три тысячи человек там всегда живой активный чат также вы можете выкладывать свои фотографии делиться своими мнениями в общем быстро и оперативно можно как-то делиться иду довольный что посылку забрал ладно едем домой друзья всем привет прошлых видеороликах видели как мы со светой забирали строительный материал это чистовая отделка для нашего пола самостоятельно сюда его привезли в комментариях были вопросы что же это за такой строительный материал вот и сегодня более подробно на нем остановимся потому что мы начинаем чистовую отделку нашего пола посмотрим сколько времени уйдет на застил данным материала ну а начинаем мы с подложки погнали пожалуй я начну вот с этого угла когда мы дойдем до двери там есть некие опасения потому что дверь открывается а у чистовой отделки пола 16 миллиметров толщина и сама подложка 5 миллиметров вот будет интересно откроется ли наша дверь или нет ну до этого мы еще дойдем а пока начинаем стелить подложка у нас обычная под ламинат 5 миллиметров укладываю я вот в таком порядке решил две цельных подложки положить вот вдоль стены а дальше уже располовинил и целую то есть в таком порядке как ламинат кладется подходим к самому интересному полное название данного материала влагостойкие древесно стружечные шпунтованные строительные плиты от компании quick deck плюс они идут в разной толщине так как для пристроя нам особо толстые не нужны они там для пола подходят 16 миллиметров 22 мы заказали 16 миллиметров я думаю это будет достаточно для нашей пристройки но а вход идет первая плита прежде чем укладывать эти плиты вы их привезли они должны отлежаться 48 часов в том помещении в которые будут стелиться они должны адаптироваться под помещение под его атмосферу в общем они уже отлежали 48 часов и сейчас необходимо будет сделать зазоры и закрепить по краям на саморезы это вот по краям плиты крепится на саморезы в данном случае ну а между стеной и плитой еще ставлю вставил вот такие вот клины это для того чтобы был зазор необходим зазор то что я вчера отшлифал доску шлифанул рубанка это очень сильно помогло быстро все идет пока что покажу близко как выглядит плита со всех сторон у нее шпунтованное соединение это отличительное свойство шпунта бесшовная поверхность и равномерное распределение нагрузки в плоскости соединения очень крепкий пол получается для монтажа данных плит идет профессиональный клей тоже от компании quick deck маркировка d4 рекомендовано для плит quick deck плюс подходит для паркета а также на основе полиуретана сейчас мы будем его наносить как раз вместо стыка так здесь делаем отступ и наношу клей клей наносим не жалея вот вместо вот где будет стыковаться данная плита остатки клея мы будем убирать он легко убирается влажной тряпкой и соединяем смотри как хорошо заходит то удобно главным плюсом у плиты quick deck плюс является влагостойкость они способны к изменению температурно-влажностного режима что позволяет их стелить в любом помещении где повышенная влажность например в нашем помещении здесь пристрой здесь у нас такое заход из улицы в дом температура меняется соответственно они подходят для данного помещения также лоджии холлы ну и так далее что и очень круто а дверь у нас будет открываться все наши опасения ушли единственное что вот это вот обшивка немножко задевает но я думаю что со временем когда подложка подсядет она вообще будет открываться отлично чуть-чуть на мой коврик с тобой снаружи положим просто и все перед входом а как там положим коврик если у нас там будет лесенка куда-то на лесенку коврик положу лесенка после лесенки тут я небольшая площадочка должна быть чтобы ты дверь открывал ноги отряхнул в принципе первая ступенька должна быть как вот в подиум все верно ладно продолжаем крепить мы почти что закрепили первую полосу клей немножко вылез но вот как я сказал он убирается легко потому что там уже проверили это благодаря вот этому бесшовному шпунтов на соединению большая энергоэффективность отсутствует мостик холода впоследствии чего мы экономим на отоплении одна полоса у нас готова ну а сейчас чтобы освободить место для дальнейшего застила необходимо убрать например вот эту лестницу на улицу без сомнения создается прочное соединение у плиты во первых она толстая во вторых я подрезаю плиту так чтобы соединение было в трех местах во первых вот цельная плита идет и дальше две плиты здесь то есть вот этих вот в этом месте где соединяются три плиты создается прочная конструкция у данной плиты 34 класс износа стойкости а по времени по сборке видите я уже здесь практически все уложил осталось только подрезать время не уходит больше только на то чтобы вещи переставить а их здесь немало я завершающий этап начал уже здесь подрезают здесь сложные такие фигуры вырезаю но потихонечку в одни руки все делается удобно удобно сюда кладем дверь закроем кладем и забиваем клей я уже нанес опа отлично о света с метлой я пришла уже жене помочь вечером убраться здесь все вы месте в расчистить все лишние вещи убрать чтобы хоть как-то и результат показать тебе хоть понравился мой да мне вообще очень понравился мне понравился цвет здесь декор стокгольм наверняка будут спрашивать на что мы хотели может думали потемнее все таки это же прихожая с улицы или подумал подумали что нет лучше такой выберем и здесь сочетание таких мягких теплых оттенков дерево и потемнее посветлее там есть такие полосочки еще если рассмотреть в общем очень красиво ну могу рекомендовать ну могу рекомендовать такой оттенок и мы еще не знаем какие стены же будут и я думаю что вот этот пол оттенок пола он подойдет и к стенам нейтральный цвет подойдет мне кажется вот этот пол подойдет к любой стене теперь и потолку ну мне остается чуть-чуть совсем это избавиться от излишков клея но это уайт спиритом легко убирается также и наклейки делайте это уже сегодня не буду наверное да добавлю добавлю кто заинтересовался данными плитами квикдэк плюс вы можете посетить любой федеральный строительный магазин это леруа мерлен обе мегастрой вот выбирайте оставим ссылочку в описании там можно для себя подобрать какой-нибудь декор соответственно много оттенков да разные разные посидите выбирать да перейдете по ссылочке ознакомитесь может быть что-нибудь для себя выберете ну а так лично для себя я думаю что это самый лучший вариант который ну лучше не придумаешь ну и ты же быстро сделал счета если не вот эти вещи вот то что у нас маленькое помещение здесь вещи лежали их туда-сюда переложить ну как бы времени много съедают а так пустое помещение пришел плиты положил и они как бы ты ходишь как надежно они большие же 1200 на 900 и как бы ты вот ходишь по ним и ощущаешь что у тебя ничего под ногами не не хлюпает я не знаю там да как то не скрипит короче все хорошо на сегодня мы будем заканчивать друзья если вы посетили впервые наш канал значит ну досмотрели до конца значит вам понравилось подпишитесь на канал поддержите на сегодня у нас все всем пока и 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